Многие жильцы в этих стенах впервые встретят Новый год. Дом только сдан, но в нем уже появилось завидное братство единомышленников. А вот это уже, видимо, подделка ручками сделана собственником. Идею украсить холл жильцы восприняли на ура. Праздник хочется ощущать с порога. Как в сказке сразу такое новогоднее настроение поднялось, особенно у детей. И вот у меня приехала мама в гости на месяц. Просто в восторге, что у нас такой может быть подъезд в Оренгое. А это уже двор неподалеку. Гимнастический снаряд. Паук вскоре превратится в креативную елку. Эмоции ни с чем не сравнимые, при том, что траты на убранство вполне приемлемые. Суммы небольшие, в пределах 50-60 тысяч на дом. Мы будем это все снимать аккуратненько после 15 января, убирать в шкатулочки и складывать в домах именно до следующего года. Если елку паука украсили за полчаса, то главную городскую красавицу наряжали неделю. Параметры иные. 18 метров высоты, 32 яруса, 2 километра гирлянд, полторы тысячи веток, почти столько же шаров и двое суток съемок нашего оператора. Камера получается каждые 4 секунды делает один кадр. Так что вот так вот. А рядом с красавицей елкой буквально на глазах рождается ледовый городок. В Новом Рингое вскоре построят две новые воздушные гавани. Здание аэропорта полностью скопированное, только, естественно, в меньших масштабах. Это главная центральная входная группа с двумя скатными горками и центральной большой композицией. Сел и взлетел просто, да, и приземлился. Сложность лишь в объемах главной композиции 24 метра на 6. На площади появится и горка-вертолет, и лабиринт «Русские витязи», и ледовая копия сверхзвукового Ту-144. Что еще? Скоро узнаем. До Нового года осталось меньше месяца. Светлана Лащева, Иван Гавриленко, Тимур Амбдрашитов, Наталья Колесникова. Время Ямала. Новый рингой.